В Крым из России продолжают поставлять сельхозтехнику, теперь приобретать ее будет еще проще. Государственная компания «Росагролизинг» создала мобильный офис и будет выезжать в райцентр, чтобы заключать договоры на местах. Также проводятся консультации для тех, кто еще не знаком с этой программой. Поставки техники по льготным условиям начались еще два месяца назад, но тогда покупатели заключали соглашение с опаской. Настораживала не столько система покупки, сколько неопределенность с урожаем. Теперь, когда на полуострове регулярно идут дожди, аграрии уверены в завтрашнем дне. Из 31 тысячи гектаров посевного зимового клина сегодня в Крым-Стане находится 52%. Остальная часть находится в удовлетворительном. Слабых, изреженных и погибших в сегодняшнем посевах нет и не будет. Мы видим, какие у нас сегодня погодные условия. Ожидается урожай положительный. Фермерам такое нововведение по душе. Те, кто решил докупить технику, могут заключить договор на месте и не отрываться от дел. Доступные программы на очень льготных условиях. Сегодня мы их озвучили. Вчера тоже также были озвучены. В дальнейшем еще пять районов у нас впереди. Соответственно, мы довольны результатами по итогам совещания, потому что есть заинтересованность в данном регионе по приобретению сельхозпредметов. До приобретения новой техники у нас была техника, которая уже выработала свой моторесурс. При приобретении этой техники мы можем сегодня за короткие сроки выполнить все работы. То есть техника мощная, техника новая и качественная. В ближайшие дни в рамках своеобразного автопробега лекции для фермеров пройдут в Черноморском, Джанкойском, Красногвардейском, Советском и Ленинском районах. Кроме того, планируется посетить ряд хозяйств, которые уже используют новую технику. Виталий Попач, Сергей Козырь. Время новостей. Сакский район.